Фактически Россия, захватив территорию, она захватила и людей. Согласно законодательству Украины, они не должны находиться в тюрьме на неподконтрольной территории. И, соответственно, в рамках международных исков, международного суда, они бы все получили компенсацию и все бы были признаны политическими заключенными. Поэтому Россия пытается уйти от ответственности таким путем и отправить этих людей на материковую часть России. И тем самым она делает некий юридический трюк, потому что тогда продолжение их нахождения под стражей будет на основании русского суда, который будет признаваться международным обществом. Украина уже неоднократно обращалась к опционным властям, к Российской Федерации с требованием вернуть наших заложников. Они, как во всех многих других примерах, путем наплевательства на международное национальное право, как и на свое национальное право, не отпускали этих людей, не отпускали наших граждан. Два года велись переговоры. И сегодня они еще раз, очередной раз попытались показать, что они не собираются соблюдать принципы международных норм и пытаются юридически уйти от ответственности. Я уверен, что все международное сообщество должно отдать оценку и освободить наших политических заключенных. Продолжение следует...